Мы снова в этом доме? Слушай, он реально позвал сюда бомб... Еб твои дела, яб твоя мать! Здравствуйте, мои хорошие, с вами снова Редочка Мазочек, мы продолжаем играть в Хаус Флиппер и делать мазочки. Продолжаем с вами игру. Я там посмотрел, у нас вроде бы снова Ебенизер объявился, который вот этот вот наш странный вот этот вот парень, который устраивает сомнительные вечеринки для своих коллег, скажем так. Так что поможем Ебенизеру, отъебенизить всех, кто у него есть. В общем, Ебенизер вернулся. Как там мои животные поживают? Как дела? Собаки, киски? Вроде бы у всех все зашибись, у заяц, все есть морская свинка, как всегда, все сожрала. Господи, она реально, она, мне кажется, она жирнее всех здесь вместе взятых. Вот, а если их не кормить, они могут умереть? Просто интересно, что, 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 что там? Ох, что с тобой? Счастье, вода! В смысле ты несчастлив? Давай я тебя поглажу, ты станешь счастливым. Ты счастливый? Так, давай-ка я его возьму, это, поднять. Иди сюда, мелкая писька. Ну-ка, иди, мелкая писька, жрать. Иди, хавай. Давай, иди, жри. Не хватало мне тут это, иди. Пей водичку. Так, а это что такое? Кот, что с тобой? Кот мне тут насрал. Ты пить будешь? Что это такое? Фу. Кот выболивал. Выболивал шерсть. Ты что, ты будешь кушать? Иди кушать. Иди пить. Ладно, он странный. Короче, пошлите к ебенизеру. А, вот, почта. Ебенизер скрут. Что за пустая тратный деньг? Он еще и предъява мне кидает, представляешь? Это ебенизер. Эм, доброе утро. Я уже нанимал тебя, так что надеюсь на скидку, как постоянному клиенту. Пошел в жопу, никаких скидок, даже постоянным клиентам. Ни хрена себе, охренел, что ли? Я что, я себя на помойке нашла, что ли? Ни хрена себе подобного. Ага. Закатай губу, блин, и пережуй мой фак. Так, моя бывшая невеста оставила меня разбираться с наведенными ей порядками, что вышли мне в копеечку. Что происходит? Что происходит? Это что было? Они меня убить. Они пытаются меня убить. Они в сговоре с ебенизером. Так что там куча бесполезных вещей, вроде лишней посуды. Обязательно продай лампы. Не вижу смысла платить за электричество, свечи всех устроят. То же самое касается отопления. Обогреватель только создают дополненные расходы. Запомни, я не собираюсь платить за то, что не одобрил. Как будешь уходить, захвати в мусорку старую елку, которую по моему племяннику достал не весь где. Ладно, ебенизер. Ебенизер, реально ебенизер. Что-то у него там с головой не это, не лады. Но что поделать? Хозяин барин, хозяин прав. Так что поможем ебенизеру с его тараканами в голове и не только. Что-то у него пошло не так. Здравствуйте. Как дела? Это я. Тут снова солнышко, все дела. А это дом после корпоратива, что ли? Нет. Убрать мусор. Ну, давайте уберу мусор. Все какашки подметут. Все какашки... Слушай, такое ощущение, что это реально тот дом после вечеринки. Э, а куда дел с кальян? Я что, зря его, что ли, покупала? Слушай, реально это дом после вечеринки. Они тут все изменили. Им что, настолько не понравился мой ремонт? Они вообще знают, кто я такая? Я делала это с душой. Твари. Твоя женщина полная сука. Она все испортила. Она уничтожила, выболивала тут в угол. Ё-моё, вы чего, ребята? Так не делается? Да. Конечно. Вот тебе и ебенизер. Ладно, давайте продавать. Чё продавать? Давай цветы продать. Вот это вот говно продать. Чё ещё продать? Вот это вот продать. Цветы засохли. Пианино. Пианино не надо, да, продавать? Ладно, как хочешь. Давай я пианино сразу по-нормальному поставлю. Ну, значит, больше никакого вам кальяна, ясно? Охереть тебе, как плохо вели, блин. Дурачки, блин. Я, понимаешь, старалась. Делала вам шедевральное просто что-то для вашей тусовки, а ты, падла, так вот мне харкнул в спину. Шо он там делает? Блин, я реально расстроена. Я реально... Они просто унизили. Они унизили мою работу. Я так старалась. А они что? Они просто взяли и уничтожили то, что я так долго делала. Почему какую-то посуду можно продать, а какую-то нет? Интересно. Ладно. Купить предмет. И чё, я только покупаю, да, в этот раз? Ну, давай. Индукционная плита. Давай, индукционная. Но это не индукционная, это какая-то печка на дачке у бабушки. Холодильник физ. Чё-то в этот раз у него реально бюджета маловато, видать, после вечеринки. Люстра во тьме. Во тьме ночной граф Дракула пришёл. Чё-то какая-то гавна. Продать предмет, встраивая большая батарея. Батарейки продать? Серьёзно? Чё-то он реально решил экономить. Чё-то у него реально пошло не так. Диван. Ну, короче, смотри. Ну, раз он у нас бичара, на данном этапе своей жизни, я предлагаю не париться. Ширмы три штуки надо? А на кой хер? Это типа здесь будут какие-то гинекологические осмотры проводиться или что? Зачем три ширмы-то? Непонятно мне. Чё-то он какую-то залупу попросил сегодня. И я чё-то не понимаю. Чё-чё за... Чё за бред? Братан, это ни в какие ворота-то не лезет. Это чё ты за говно-то попросил сегодня? Это что? Что это? Куда делись твои деньги все? Бревенчатая свеча. Интересно. И что? Мы на свечках будем? Серьёзно? А шо с ним произошло? Почему? А в ванной надо что-то купить? Купить предмет. Бра, свет во тьме. Ну давай. Раз. Два. Не, ребят, ну я пыталась бы, конечно, делать красиво. Но чё-то, мне кажется, тут красиво не сделать. И чё-то мужик перемудрил. Продать предмет. Давай. Разбитые шкафчики. Не, ну тусовка, видимо, у них удалась. Но только мне рилла, мне непонятно. Типа, чё за бред? Зачем она всё испортила? Она реально... Блин, он реально забомжевал, походу. Реально, чел... Бомж. Это реально... Это такой заказ? Слушай, твоя девушка настоящая тварь. Мало того, что она тебя обанкротила, так она ещё и испортила мой красивый ремонт. С подтекстами там и вот этим вот всем. Я считаю, это нечестно. Открыть. Нахрен. Так, купить предмет и люстра во тьме. Не, ну тут ремонт никак красиво не сделать, когда у тебя заказчик бомж. Извините меня. Здесь чё? Трюмо. Да уж. Такому я не была готова. Это реально... Это... Это... Это бред. Это полный бред. Смогу отсюда выйти? Да... Слушай, очень странный заказ. Я его сделала за 8 минут. Может быть, этот ебанит будет как бы теперь... Он такой, ой, у меня теперь появились деньги. Ну-ка, быстро это делай мне всё заново. Может быть, мы несколько раз будем этот дом переделать? Может, у ебанита была какая-то ебанитовая тактика, и он её придерживался? Но тогда он реально ебанит. И он описывает своё действительно имя. Я теперь понимаю, почему его так назвали. Серьёзно. Потому что явно человек не дружит с головой. Чё за жуки какие-то? Фу, гадость. Порядок очень важен. Согласна. Дядька противогаз. Всё? Ты чё ещё не попила, псина? Я не собираюсь. Так, есть новое письмо? Ля! Ебанизер написал опять. Спаси моё Рождество. Это снова я. Я знаю сейчас. Разве что? Может, ты сможешь уделить мне минутку. Я заплачу, сколько нужно. Мишли, мой дом немного пустоват. Но я покончил своим скупердяйством. Позвался до всех, кому некуда было идти. Я пробовала красить всё сам, но времени осталось очень мало. Мне так хотелось бы, чтобы, оказывается, почувствовал дух Рождества. О боже, он теперь позвал бомжей. Слушай, он из крайности в крайность бросается. Он то всё продаёт, то устраивает вечеринку, то зовёт всех бомжей со всего района. Да уж, конечно. Мне кажется, у парня кукуха вообще шарики за ролики уехали. Ну ладно, чё, я помогу. Только давай денег, денег. Вот, смотри, опять после корпоратива кто-то остался здесь. Опять кто-то сдох. Сейчас кого-нибудь раскопаем. Я тебе отвечаю. Сейчас точно кого-нибудь раскопаем. Ладно, никого не раскопаем. Даже собачьи какашки не раскопали. Жаль. Жаль. Ой, бляха. Ай, ёб твою мать. Мы снова в этом доме? Слушай, он реально позвал сюда бомж... Еб твоё дело. Еб твоя мать. Ой, бляха. Иди же, пассати же. Ты дурачок или что? Он реально... Мне кажется, он алкоголик. Я реально, я имею дело с алкоголиком. Он всё пропил, он всё пробухал. Еб твою мать. Это что за окно в Европу? Бляха. Куда я попала? Алло, блин. Куда я, мать твою, попала? Ебанит ебанился. Это кринж. Считаю, он реально у него, походу, всё очень плохо. Ну, хотя бы в этой комнате чуть-чуть не переделывал ничего. Спасибо, бляха, и на то. А то я думала, ты просто всё, что это самое... Тут всё, смотри, как переставил. Вот падла. Не понравилась ему моя перестановка. Ну, давайте наводить порядок. Я, конечно, в шоке. С того, что мы сейчас увидели с вами. Представляешь, чел... Нельзя так говорить про людей, но я не знаю, что ещё сказать. Это где это? Это что? Сосульки мне? Что? Где грязь? Не пойму. Где грязь-то? Очистить грязь, ну. Пошла нахер отсюда, грязь. Уходи. Да, вот тебе и ебанит. А что здесь за черкаш? Видишь, какой-то черкаш. Я не знаю, что тут за черкаши. Ой, блин, ребята. Мы с вами просто попали. Я не знаю, в жопу какую-то, в клаку. Реально, к такому меня жизнь не готовилась, что у нас будет настолько долбанавт, а не клиент. Это же капец. Он ушатал хату, которую я старалась сделать. Давайте начнём с чего-то маленького. Вот с этого. Продать предмет. Система для ванны сантехническая. Давай. Установить унитаз. Давай. Устанавливаем унитаз. Не, ну это кринж. Купить сантехническая система для душа. Ну давайте, душ сюда с вами поставим. Ответим, поможем, дядечки. Ну это капец. Я реально, я в шотке. Вы мне, конечно, извините, но это что-то... Это жёстко. Зеркало. Зеркало над раковиной, конечно же, вешаем. Подвесное полотенце давайте вот с этой стороны повесим, чтобы красиво было. Баночки, скляночки сюда ставим. Чтобы было чем жопу мыть. Это для туалета. Ёршки всякие. Мусорное ведо для туалетки, чтобы не смывать. Здесь держатель для бумажки. Есть зеркало. Зеркало поставим пока вот тут. Зачем ещё одно зеркало, непонятно, но ладно. Как говорится, хозяин барин. Давайте две вот так вот барашечки здесь поставим. Картина. Ну, картина можно вот здесь, кстати, повесить, чтобы красиво заходить и было классно. Душ. А, прям такой бомжатский душ. Ну, ладно. Я думала, нормальный душ поставим. Ну, хорошо. Первую комнату сделали. Начало положено. Пошлите в другие мелкие комнаты. Потому что если мы сейчас будем начинать с больших, мы чокнемся. Сломанная дверь продать. Это вот эта сломанная дверь? Так. Покрасить цвета натуральной бежевой. Вот здесь? Нет, тогда я пойду сюда сначала. Модифицировать цветы, покрасить в Млечный путь. Давайте сначала здесь. И обои с восточными узорами семь штук. Опять какая-то комната страсти будет? Семь штук. Давай вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Получилось восемь. Но так лучше. И теперь красим в Млечный путь. Какие-то достаточно странные акценты у чувака. Правильно, чел сошел с ума. Позвал бомжей, блин. Они тут ему накуролесили. Жопами потерлись об обои. А обои теперь похожи на гусиную сраку. И он попросил меня прийти ему помочь. И сколько я за этот заказ получу? Уложить на полную плитку серые каменные панели. Давайте. Укладываем серые каменные панели, чтобы было красиво. Ёптеть. Нормалды. Купить шкаф гумер. Зумер, блин, давайте купим. Бумер, зумер. Это вот это? Ой, слушай. А он такой, ничего. Селявый. Давайте мы его куда-нибудь, может быть, вот так. Вот типа при входе. За собачьим. Так, а почему? Не мешает окно? Давайте тогда так. Давайте тогда вот так. Вот так. Вот так хорошо. Это что? Трюмо. А что вообще происходит? Я, конечно, понимаю, что мы с вами делаем гардеробную. Все дела. Пуфик. Пуфик. Чтоб посидеть. Крючок. Давайте крючки здесь повесим. Сколько надо крючков? Три крючка. Вот так. Это что? Подвесной светильник. Раз. Два. Лыжный ботинок. Ну, непонятно зачем. Подвесной сноуборд. Ну. Странноватая гардеробная, но пойдет. Уложить на стенную плитку обои уродливый свитер. Подожди. Нет. Сначала давай положим сюда вот эту вот штуку. Чтоб тут было красиво. Дверь закроем. Уже как бы все подышало. Уродливый свитер. А, это вот это вот уродливый? 15 штук. Давай, значит. Куда бы? Куда бы этот уродливый свитер-то приделал? Ну, давай сюда. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Кончилось. Раз, два, три, четыре. И одну куда-нибудь. Ну, давайте сюда. Все. Уродливый свитер сделан. Покрасить в цвет и аузин. Что-то здесь какая-то будет реально комната страсти. Теперь комната страсти переместилась сюда. Страшно странное, конечно, решение у этого дядьки. Но неудивительно, он же алкоголик. Собственно, немножко такой странноватый, шизанутый. Поэтому, ладно. У долбанутых свои причуды, поэтому мы не осуждаем. Что уж поделать. Ну, такой вот человек, да. Устроил тут ванханалию с бомжами. Позвал всех, кому нигде жить. Конечно, неудом ушатали. Тоже такой интересный. На что рассчитывал? Что они придут ему на халяву, сделают ремонт или что? Отблагодарят его как-то. Ну, кажется, они только обрыгают. Все, обосрут, обоссут, облюют и уйдут. Все. На этом наша сказка кончилась. Вот эту штуку тоже сейчас докрашу. Чтоб она тут не выделялась. Ну и все. Все, давайте делать что тут у нас. Купить предмет люстра бола. Две штуки. Давай. Раз. Два. Ну, кстати, выглядит красиво. Узорчатая кровать гумер. Слушай, ну, надо какой-то красивый цвет. Ну, раз у нас красный. Блин, ну я что-то не знаю, хочу ли я делать красный. Не, ну новогодний too much. С киской. О, давайте с киской, которая лежит лапку. Или с пандой. Нет, с киской. Все. Берем с киской. Ваша киска съела прифискас. Вот, и белые вот такие вот подушечки. Все. По мне супер. Блин, как будто, знаешь, кошачья какая-то кровать. Но мне кажется, неплохо. Прикроватная тумба. Это вот эта прикроватная тумба. Давай вот сюда ее поставим. Типа, знаешь, как в детском садике порожек. Стол. Ну, стол нужно другого цвета, конечно, сделать. Вот такого, наверное, да? Центрируем его с вами, чтобы было красиво. Да, дядь, конечно, ты дал жару. Кожаное кресло. Это что? Шкаф. Ну, давайте вот такой шкаф. Кстати, очень уютно стоит шкаф. Он такой, знаешь, как кабинет. Получился небольшой. Это что? Полка. Деревянную полку можно сюда насобачить. Сейчас свет чуть-чуть потемнее сделаем. А сколько их надо? Три штуки. Мне кажется, неплохо. Это что? Лампа-волк. Давай лампу-волк вот сюда поставим. Чтоб она нам освещала путь. Вот так вот включим свет. Чтобы было уютно. Снежный шарик. Вот сюда декор. Лампа. Давайте лампа пусть стоит где-нибудь здесь. Вот эта вот ажурная. Сейчас мы ей цвет вот такой сделаем. Золотой. Типа красиво, богато, жить не запретишь. Вот. И одну лампу вот сюда. Межкомнатная дверь. Ну, межкомнатная дверь пусть будет такая. А, это вот эта. Ну, пусть будет вот так. Темная. Картина. Утренний пейзаж. Ну, смотри, картина. Утренний пейзаж. Вот сюда тупо вешать. Поэтому повесим вот сюда. Потому что здесь хотя бы не так пестро. Потому что там, где пестро, то, конечно, уже лучше ничего не вешать. Полочки. Вот сюда. Это что? Свечка. Ну, давайте свечку поставим с вами вот сюда. Часы вампира. Серьезно? Ёб твою мать. А можно размерчик поменьше? Я, конечно, все понимаю. Но что-то часы вампира слишком часы вампира. Вазочку. И вазочку вот сюда. Не, ну, вроде бы красиво. И книжечки. Все. Уютная получилась комнатушка. Это, это, это оно? Это красить? О, да. Давайте красим натуральный бежевый. Я тут, видишь, уже чуточку подготовилась. Сама не знаю, когда успела. Но я окрашу в светло-бежевый цвет. Я все еще, я не могу отойти от того, что чел реально пригласил каких-то рандомных людей с улицы пожить в его доме. Они разнесли ему хату. И он потом такой, я хочу Новый год. Никакого праздника. Что ж ты тогда тут это завел-то, развел за бомжатник? Капец, прикинь, вот так вот. Возможно, он типа с благими намерями, не типа благотворить. Но все-таки как-то у него вышло все из-под контроля. А я теперь приезжаю сюда третий раз переделываю. Ну, что это такое? Беспердел какой-то. Чихнула, епта. Брашечки. Давайте брашечку вот сюда. И брашечку вот сюда. Межкомнатная дверь Комелио. Давайте Комелио такое же поставим здесь, чтобы тут это... Сочетание было красного, вот этого вот. Давайте, деревянный шкаф. Давайте, давайте пусть будет светлый шкаф деревянный. Куда его поставить? Давай поставлю вот сюда этот шкаф. Вроде бы неплохо смотрится. Деревянный шкаф. Ну, этот давай вот сюда поставим. Что-то какие-то шкафные заказы пошли у чувака. О! Бля! Вот это гусеница. Слушай, а давай вот так сделаем. Нет, так мне не нравится. Тогда вот сюда. Вот так. Ну, чтоб красиво... А, их два нужно такой гусеницы поставить. А, ну, тогда все ок. Тогда все ок. Тогда даже знаешь, как надо сделать? Надо сделать, типа, как киборг-убийца такой стоит. Носочки. Носочки предлагаю повесить вот сюда. Красиво, чтоб они висели. А, украшение вот сюда и украшение вот сюда. Щелкунчик. Ну, давайте щелкунчик пусть тут щелкает семечки свои. Суинверия. Ну, суинверия просится вот сюда. Вы мне, конечно, извините. Но она реально прям говорит сюда. Поставь меня. Поэтому я ее поставлю сюда. Это что? Рождественская гирлянда. Угу. Ну, я думаю, что есть смысл сделать вот так. Раз. Два. Ну, красиво. Полки. Бляха, а что так много полок? Давай вот сюда полки. Деревянная палка. Балка. Что? Это типа до покошки или что? Я не понял. В Европу? Ваза. О, хорош. Вот это, епт, твою мать, ваза. Такой вазой можно и прибить. Три вазы таких? Блин, меня бесит то, что они одинаковые. Только размеры можно менять. В чем тогда смысл? Если они одинаковые. Так, ну что? Эти комнаты закончили. Теперь спускаемся с вами вниз. И работаем с вами внизу. Пойдемте с вами на кухню. Тогда. Тут я сделала все? Да, тут я сделала. Вот, давайте работать с вами на кухне. Закипсовать неровности на стене. Я не помню, где гипс. Гипс есть? Как купить гипс? Алло. Стены. Гипс. 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 Здравствуйте, гипс. Давай. Набираем гипс. Я уже забыла, как гипсовать. Все. Это все неровности? Уложить на полную плитку японский вяз. Оу. Май гад. Какой японский. Прям вяжет. Натуральный бежевый. Давайте. Натуральный бежевый. Купить эмочку. Теперь нужно покрасить все вот это вот тут. Не, ну дядька, конечно, отжег. Я ему так красиво все сделала в первый раз. Такое место прям вообще козырное было. Он взял из этого просто, перечеркнул, обосрал, нарыгал. Это же представляете, сколько ремонтов они после меня обсирают. Ужас какой. И шо это? И как с этим жить? Я против такого. Так не должно быть. Людкину работу нужно ценить. Потому что Людочка одна. Не станет Людочки, не станет и ремонтов. Поэтому Людочку надо ценить. Людочку надо холить или леять. Иначе идите в жопу. Ура, я это сделала. Так, что? Кухонный сет снеговик. Блин, ну давай. Ну, наверное, лучше сделать какой-то... Да подожди, зайди на кухню. Деревянный сет снеговик. Ну, я предлагаю сделать какой-то вот такой античный фиг. Вот, холодный дуб. С белой столешницей, наверное. Или, может быть, вот с кремовой столешницей. Давайте. Кремовая столешница, латунь. Все. Ну, мне кажется, так хорошо. Я думаю, что да. Думаю, так великолепно. Подвесной сет холодный дуб. Слушай, по мне кайф. По мне, кажется, супер. Это что такое? Холодный дуб, латунь, кремовый. Так, это что? Холодный дуб, латунь. Это, чтобы вот эту вот штуку закрыть. Правильно? Ну, холодоз предлагаю поставить вот сюда. Вот так. Хорошо. Деревянный, угловой, холодный дуб. Кремовый. Не, ну, конечно, можно так всунуть. Давайте вот так. Это что? Деревянный шкаф. Холодный, кремовый. Блин, ну тут вот про латунь забыли. Ну, ладно. И так сойдет холодный кремовый латунь. А, это типа барная стойка, да? Давайте барную стойку вот сюда пришпорим. Пришпорим сюда. Вытяжка. Вытяжка пусть будет вот тут. Красиво, кстати, выглядит. А, люстрочки. Люстрочки сколько? Одна люстрочка здесь. Смотри, какая красивая. С шариками. Ой. Какие красивые пипетки тут. Это что? Это вот это. Это все мы выкладываем вот сюда. Потому что если к нам придут гости. Чтобы они могли выбирать еду. Правильно? Закуски там. Вот это вот все. Пирожные. Это что? Разделочная доска. Разделочную доску кладем сюда. Особый десерт. Ну, пусть стоит здесь особый десерт. Он же особый. Ножик. На доску положим. Типа, что резали. Барные стульчики. Ну, барные стульчики предлагаю сделать какие-то, ну, такие, типа, наверное. Они мне засчитаются? Да. Ебой. Ебой. И имбирный пряник на тарелке. Ну, пока вот так. Вот такая вот кухня. Что я могу поделать? Пока так. И осталась тут самая большая комната. Японские здесь тоже вот эту вот херню кладем. Блин, это я сейчас так долго ее буду красить. Это капец. Я так не хочу ее долго красить. Это же вообще трындец. Ох, ребят, это было очень долго. Но мы готовы продолжать. Значит, нам нужен камин с украшениями. Камин. Ну, смотри. Камин вот сюда прям эпично вписывается. Поэтому, я думаю, его нужно ставить абсолютно здесь. И ни о чем не думать. Только чуть-чуть его центрируем. Чтобы было красиво. Там нету отступа от стены? Не, нормалды. Все. Вот это вот пианино. Раз уж они отказались от кальянной зоны, значит, у них тут будет их пианинная вот эта вот зона. Непонятно для чего. Диван. Диван пусть будет коричневый. Вот такой вот угловой. Что тут еще? Люстра. Три штуки, значит. Раз. Два. И я думаю, что три. Это что, еще один диван? Ого. Что-то я к такому не была. И как мне его? И что это такое? Что это за как-то? Зачем это? Два дивана? А нахрена? Ну, давай один будет здесь. Я не знаю, зачем два дивана дядькам. Но это, это очень странно. Прям максимально странно. Но я пытаюсь. Я пытаюсь. Это что? Деревянный обеденный стол. Ну, стол пусть стоит здесь. Это что такое? Деревянный кофейный столик. Ну, кофейный столик можно поставить вот здесь на входе. Какой-то темный блок. А почему некоторые позиции такие темные? Мне бы светлые. Давайте вот сюда поставим. Пианинки. Вот эту штуку. Кофейный столик еще один. Ё-моё. Ну, давайте здесь его поставим. Это что такое? Это полки. А что происходит-то? Зачем так много полок? Их даже не знаю, куда ставить. Кожаное кресло. Ну, давайте коричневое кожаное кресло. Куда это кожаное кресло? Ну, в теории одно вот сюда. Чтоб он мог слушать. А другое, ну, давай сюда поставим. Вот так чуть-чуть. Или к камину. Давай одно к камину. Окей. А, может быть два у камина поставить? Мне кажется, будет красиво, если мы два поставим у камина. Ну-ка. Иди-ка сюда. Во, смотри. И второе вот так. Все. И как бы сиди, кайфуй. Торшерчик. Торшерчик. Давайте торшерчик какой-нибудь такой золотой. Что-то вот из этой категории. Все как мы любим. Раз торшерчик. И торшерчик два. Ну, шут на богатом. Светлый стул Индия. Делаем сколько их тут, наверное, надо их... По периметру шесть штук, да? Угу. Значит. Два, три. Пять. И шесть. Низкий динамик. Ну, давай. Низкий так низкий. Вот сюда пониже и поставили. Это что? Коврик для стола звездочка. А, это типа вот для вот этого вот, да? Угу. Типа украшения стола. Подстаканник звездочка. Каждому нужно... На подстаканник. Ну, у каждого он будет в своем месте лежать. Большая тарелка. Ну, давай. Что-то на богатом. А что она крутится-то? Она что, глупая? Это что? Это маленькая тарелка? Так, а в чем смысл? Ладно, я сделаю дурацкую сервировку, судя по всему. Кружки. Не, ну, может быть, и неплохо, знаешь, выглядит. Может быть, я придираюсь. Что это? Столовый ножик. Нож справа всегда. Я ж, я ж, этикет. Знаю. Вроде бы, как справа. Дальше шо? Ложка-вилка. Блин, ну это неудобно, вот это вот раскладывать все. Хочется красиво сделать, но вот этой вот сервировкой заниматься. А ничего то, что я по столу хожу? Я думаю, ничего страшного. И ложки 6 штук. Вот это вот, конечно, да. Вот это праздник у девчат. Вот это будут танцы. А он не будет, надеюсь, в этот раз бомжей звать? Все. Ёлка. Большая. Слушай, ну вот эта вот ёлка, кстати, выглядит неплохо. Давайте ее вот сюда поставим. Выглядит эпично. В белых таких огонечках снежный шарик. Снежный шарик предлагаю поставить вот сюда. Рождественская гирлянда. Давайте одну рождественскую гирлянду сделаем. Здесь. Амела. Амела охмелела. Будет опять на входе у нас висеть. Большая вот эта вот штучка-дрючка. Ну, даже не знаю. Блин, в прошлый раз они так с ней нещадно обошлись. То я теперь переживаю, что они снова сделают что-то не так. Подарки. Подарки бы вообще под елку бы сложить. Но давайте некоторые мы поставим вот сюда. Вот, подарочный пакет. Ну, пока так. А почему под елку? Ну, давайте здесь положим. Что, зря что ли у нас стол? Я считаю, что ничего страшного, что они стоят здесь. Так, еще нужно гирлянды повесить. Ну, давай. Одну здесь. Одну здесь. Так, одну сюда. И одну вот сюда. Вот, сразу включим свет. Чтоб оно все горело, пердело. И было эпично. Чизкейк на подставке. Ну, это, конечно, надо в сервировку стола. Мы же сервируем с вами стол. Так, это вам печеньки. Ед вам печеньки. Это что, телевизор? Пляха, нахер телевизор-то нам нужен. Ну, давайте телевизор здесь. Блин, ну я не хотела, чтобы был у нас телевизор. Свечка раз. Свечка два. Свечка три. Все. Заказ выполнен. Мы за него получили 357 тысяч. Мы над ним очень плотно так поработали. Мне, в принципе, нравится, что получилось. Выглядит красиво, интересно, классно. Стильно, модно, молодежно. Как вам? Пишите в комментарии. Хотели бы в таком отметить что-нибудь. Вот. Ну, и не забывайте подписаться на каналчик. Поддержать Людочку лайком. Людочка пошла отдыхать. Не забывайте так же писать в комментарии, какие бы еще заказы вы хотели бы видеть. Пока. Ебанит объелся блог. Пока.